Здравствуйте! Вы смотрите новости стальной магистрали. Меня зовут Дмитрий Казусин и в ближайшие минуты обзорные более важных и заметных событий последних дней. Поехали! Сегодня в выпуске. Современное оборудование, новый уровень ремонта. В локомотивном депо Витебск продолжают модернизацию. Отметили по заслугам. Более 70 работников белорусской железной дороги получили отраслевые награды. История победы в лицах. Накануне 70-летия освобождения Беларуси на дороге чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. Созвездие талантов. В столичном дворце культуры железнодорожников прошел финал фестиваля народного творчества «Салют Победа». Выставка военной техники, солдатская каша и ретро-поезд с настоящим паровозом. На отделениях дороги отпраздновали День независимости Беларуси. Современное оборудование, новый уровень ремонта. В локомотивном депо Витебск продолжают модернизацию. В конце прошлого года тут ввели в эксплуатацию участок технического обслуживания локомотивов в объеме ТО-3. Сейчас завершается наладка современного станка по обточке колесных пар. Обновление одного из крупнейших ремонтно-эксплуатационных предприятий дороги нацелено на экономию ресурсов, тепла, времени и материалов, а также повышение качества работ. Обточка колесных пар без выкатки из-под тепловоза – ответственная операция, особенно с учетом развития скоростного движения. Более жесткие требования по частоте и качеству обработки предъявляют и при обслуживании новой техники. Тот подвижной состав, который появился на Белорусской железной дороге, он требует более высоких требований к этому оборудованию, на котором идет обточка колесных пар. И тем самым вызвано приобретение данного станка. На сегодняшний день заканчиваются работы по наладке данного станка, также проводятся работы по обучению персонала. Олег Терентьев будет работать на новом колесо-токарном станке. Для этого опытному токарю пришлось расширить свою специализацию. Сейчас вместе с представителем фирмы-производителя завершают наладку оборудования. Техника с числовым программным управлением – это не только своя культура производства, но и новые возможности. Орудование, конечно, с числовым программным управлением уже другое. Был у нас до этого КЖ-20, простой станок с фрезами. Здесь токарный станок. Функции у него, конечно, больше, чем у старого станка. Он все размеры дает. Дает высоту гребня, диаметр, толщину, межбандажное, торцевое биение, осевое биение. Все параметры он дает. В процессе обточки он подсказывает, сколько нужно сделать, допустим, проходов. Быстрее, точнее, экономичнее. Средняя производительность нового колесо-токарного станка до 20 колесных пар в смену. За счет интеллектуальной системы при небольших дефектах обточка до требуемого профиля происходит быстрее и с меньшим расходом металла. Среди кандидатов на ремонт, как тепловозы 2Т10М, в депо занимаются их модернизацией с заменой 10-генераторной установки и оборудования кабины, так и современные электропоезда компании «Штадлер» или маневровые тепловозы ТМ-3. Оборудование позволяет обслуживать весь подвижной состав Белорусской железной дороги без исключения. Более 70 железнодорожников удостоились отраслевых наград по итогам весеннего комиссионного осмотра. Знаки «Почетный железнодорожник», «Выдательник белорусской чугунки», «Почетную грамоту Белорусской железной дороги», а также «Благодарность начальника дороги» вручил лично руководитель Белорусской магистрали Владимир Морозов. Высокая оценка руководства за своевременную и качественную подготовку хозяйства дороги к летним пассажирским перевозкам, успешное выполнение производственных и финансово-экономических показателей. Также отметили высокую исполнительскую дисциплину, обеспечение безопасности движения поездов, перевозок грузов и пассажиров. Начальник дороги напомнил, что общий успех и рост качества услуг дороги зависят прежде всего от личного вклада каждого работника. Я искренне хочу вас поблагодарить за ваше отношение к труду, за ваш патриотизм, патриотизм профессиональный. Именно на каждом рабочем месте, может быть, это даже безлишне скромно, вы делаете свое дело, но вы делаете дело ответственно и носите, опять же, вклад в развитие нашего предприятия, как успешного предприятия. История победы в лицах. Накануне Дня Независимости на всех отделениях Белорусской железной дороги чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня это 942 человека, которые прошли тяготы военного лихолетия, а затем десятки уже мирных лет отдали дороги. В эти дни им особый почет. Без внимания не остался ни один из фронтовиков. Каждый получил цветы, подарки и поздравления. Перед Днем Независимости часть ветеранов смогла лично приехать в столицу для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию освобождения. Все началось с возложения цветов к памятнику на месте лагеря для военнопленных в микрорайоне Масюковщина. Ветерана посетили и историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Танкисты, артиллеристы, пехотинцы – все они как будто снова вернулись в грозные сороковые. Военная техника и оружие будили воспоминания о юности, опаленной войной. Я с 15 лет ушел у партизаны. С 15 лет и до освобождения Баруси я находился в партизанском отраде «Мститель». Снабжены были автоматами. Тол, Нур, Бифордовый Шнур. И мы знали только командир дает задание на охоту. Ну раз на охоту, так на охоту. Я минер диверсионной группы. Вот взрывали мы поезда, мосты. Вот на участке главного хода – это Брест, Брест-Береза-Картузская. Вот там мы несколько составов спустили под откос. Время такое было. Надо было взрывать и изгонять врага с нашей родной Белоруссии. Мы после войны восстанавливали. В феврале 1943-го многих железнодорожников отозвали с фронта для восстановления народного хозяйства и организации продвижения войск на освобожденных территориях. Работать приходилось в тяжелейших условиях – под обстрелами доставлять технику, вывозить раненых, заново строить пути. А немцы разгружали путь. У них был специальный плуг, который прицепляли паровоз 52-й серии. И вот этот плуг ломал шпалы, как спички. Пережито очень много. Это Березинский котел, это форсирование Днепра под Жлобином, это пуховичи, когда освобождали Минск. И у меня все перед глазами, даже День Победы. Когда он был, мы тогда все плакали от радости. Все было весь, как говорят, все в цвету, все сады были в цвету. Это же май месяц был. И мы и целовались, и обнимались. И была такая радость, и со связами, как говорят, на глазах. Финальной точкой торжества стал праздничный концерт в культурно-спортивном центре Минского отделения. Начальник дороги поблагодарил ветеранов за вклад в победу и восстановление магистрали, участие в патриотическом воспитании молодежи, в том числе личным примером, стремлением жить и побеждать. Мы обязаны работать так, чтобы никогда вот эти люди, ветераны, и нигде не посетяли сказать, что они железнодорожники, что они работники белорусской железной дороги, и им никогда, чтобы не было стыд за нас, за железнодорожников. Нынешнего поколения и будущего. С праздником, успехом, живите долго. Ветераны войны и труда стали почетными гостями на заключительном концерте Дорожного фестиваля народного творчества «Салют Победа». Отборочные туры прошли на всех отделениях дороги, но право попасть в финал получили самые яркие коллективы. В юбилейный год главным мотивом стала военная тема. 17 коллективов составили разнообразную программу – от песен из военных кинофильмов до хореографических композиций. К выступлению на столичной сцене готовились основательно. «Салют Победа» «Корлектив очень подобран музыкальные ребята, все работающие на Брестском отдельной дороге, в разных должностях, но что объединяет, что мы три года уже вместе работаем, и уровень определенный достигли». Кроме уже признанных исполнителей и юных кружковцев, среди конкурсантов были и только начинающие молодые железнодорожники. Виктория Федина из Новополоска заниматься вокалом стала лишь придя на дорогу. Несмотря на сложности, ее педагог работает в Витебске, девушке удалось пройти сито конкурса на отделенческом этапе и попасть в финал. «Я даже сама не ожидала, что у нас на железной дороге столько людей, танцующих и поющих, таланты вообще все такие разные были, абсолютно разные номера, и быстрые, и медленные, то есть как бы конкуренты у меня были достойны». Под музыку военных лет пригласили на танец и ветеранов. Убеленные сединами зрители с удовольствием вальсировали, а кое-кто припомнил и давно забытые песни времен своей молодости. «Когда я был на фронте, там я их пели, и я их сохранил. Много лет их не пели, пели «Землянки», пели «Жидешь ли рассвета», «Жди меня» и прочее, но эту песню фронтовую никто не пел, но я ее вспомнил». «От полудня до заката заливался гармонист, разрумянились девчата, хорошо, как играет танкист». «В этом мероприятии нам было интересно участвовать, хотя бы потому, что наши родители – это военное поколение, и таким образом мы тоже отдаем дань этому поколению этой великой победе». В завершении фестиваля начальник дороги наградил конкурсантов дипломами и памятными знаками. Пожелал творческого роста и новых побед. День независимости с железнодорожным акцентом. 3 июля 70-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков по-своему отметили на всех отделениях дороги. В Барановичах символом праздника стал «Поезд Победы». Для горожан специально подготовили ретро-состав из солдатской теплушки, пяти пассажирских вагонов и платформы с двумя зенитно-пулеметными установками. Возглавил «Поезд Победы» настоящий паровоз серии «Р» из локомотивного депо «Волковыск». Его восстановили к 150-летию дороги. Ветеран-железнодорожник Игнат Майсюк не упустил случая еще раз подняться в кабину паровоза. Я не мог, понимаете. Я тут столько лопатки работаю с помощником, дошенистым ездил и любил эту работу. Я очень доволен всем, которые организовали нам такую большую память. Мы помнить будем наши трудовые заслуги. Прокатиться на ретро-поезде смог каждый желающий. Паровоз, вагоны и теплушки украсили флагами и гирляндами из веток и красных лент. Перед отправлением на станции Барановичи-Полесские взрослые и дети фотографировались на фоне поезда, танцевали и пели военные песни. Посмотрите, какой подъем эмоциональный, сколько народу, как приятно это людям, интересно посмотреть, но и приятно самим организаторам. В Минске одним из центров притяжения стала детская железная дорога. Всего за 3 июля на Малой Белорусской перевезли 3,5 тысячи пассажиров. Работать в День независимости отобрали самых подготовленных юных железнодорожников. Конечно, работается больше и в большом темпе, но мы пока справляемся. На станции Заслонова для пассажиров выступали творческие коллективы. Выставку техноэволюции развернул Республиканский центр технического творчества. Поляны в Сосновом Бару разделили на несколько зон. Пока малыши резвились на аттракционах и полосе препятствий, на сцене выступали вокальные и танцевальные коллективы культурно-спортивных центров из Минска, Бреста и Могилева. Мы приехали из города Бреста, чтобы показать наши таланты. Мы хотим пожелать всем мещанам счастья, здоровья и поздравить им с Днем независимости. Саздникам! Если бы мечта сбылась, какая жизнь тогда бы началась! Повышенным вниманием у ребятни пользовалась выставка военной техники и стрелкового оружия. Все экспонаты от пулемета до боевой машины пехоты будущим защитникам разрешили исследовать без ограничения. Разумеется, под присмотром военных. Тех же, кто проголодался на свежем воздухе, угощали солдатской кашей и горячим чаем. Мы пришли со всей семьей, с детьми, чтобы прокатиться по дороге, такая хорошая, и ребенку показать. Парк хороший, очень много воздуха, много людей, весело, задорно, каша вкусная. Замечательно! Мы ожидали, что будет так здорово. Очень классно, очень хорошо, что есть такие места, где можно просто отдохнуть, посмотреть, абстрагироваться от этой суеты минской и просто реально насладиться этим процессом. Я люблю Белорусси! Не за горами горячая пора для тех, кто только собирается связать свою судьбу с железной дорогой. С 15 июля в колледжах дороги в Бресте, Орше и Гомеле начинается прием документов для абитуриентов после 9 и 11 классов. Речь идет о среднем специальном образовании. Напомним, набор в группы профессионально-технического образования начался еще с 15 июня. Более подробные сведения о специальностях и условиях приема смотрите на официальном сайте дороги и колледжей. Пожелаем будущим железнодорожникам ни пуха ни пера. И на сегодня это все. До встречи и счастливого пути! Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok